Уважаемые коллеги, радует, что последние годы все-таки все больше и больше у нас в стране внедряется данная методика. Она уже хорошо известна, но вот единственное, что я напомню, некоторые основные моменты, что она из себя представляет. Биопсия сигнальных лимфоузлов. Мы определяем, что сторожевой узел – это тот узел, который первым лежит на пути оттока от соответствующей области, в частности, от опухоли молочной железы. Это тот самый узел, который во время оперативного вмешательства мы должны удалить и исследовать. Это может быть один, два, это может быть три лимфатических узла. Поциты мы исследуем, и от этого зависит объем вмешательства. Если при биопсии мы не обнаруживаем опухолевых клеток, то на этом заканчивается оперативное вмешательство. Если же имеются метастазы, то мы расширяемся до лимфодисекции. Хотя этот момент меняется, об этом мы поговорим позже, но тем не менее классика остается вот такой. Какие же предпосылки внедрения метода? Было отмечено, что в тех случаях, когда мы имеем с заболеванием категории Н0, то есть клинически отсутствуют метастазы по данным физикального обследования, по данным ультразвукового обследования, то метастазы в дальнейшем выявляются не более чем в 30% случаев. То есть, по сути дела, вот у таких пациентов в 70% случаев мы напрасно удаляем лимфатические узлы. Ну и что же произошло за последние годы? Почему мы можем выполнять данную методику? Ну, прежде всего, появились диагностические методы, которые позволяют относительно точно, я не говорю, что абсолютно, но, по крайней мере, относительно точно оценить статус на дооперационном этапе. Это первое. Второе. Методы, позволяющие визуализировать вот эти самые лимфоузлы уже во время оперативного вмешательства. Ну и, естественно, возможность оценить морфологический статус этих лимфатических узлов уже во время оперативного вмешательства. Ну, естественно, возникает вопрос, а не улучшается ли прогноз у таких пациентов, у которых ограничивается удаление лимфоузлов от 1 до 3? Как показали рандомизированные исследования, достаточно крупные исследования, вы видите, более 5 тысяч человек, не ухудшают прогнозы ни общую выживаемость, ни резрецидивную выживаемость. Таким образом, методика была внедрена во многих странах Европы, в Соединенные Штаты Америки и постепенно распространяется уже и на Россию. Каким образом мы обнаруживаем лимфатический узел во время оперативного вмешательства? Для этого используются различные варианты. Ну, прежде всего, на заре методики красители использовались, затем присоединились гамма-детекторы, ну и сейчас используется флюоресцентная лимфография с так называемой ACG, то есть индиционином зеленым. Кроме того, нередко используется комбинация методов, которые позволяют уменьшить количество ложно-отрицательных заключений. Как вводится? Различные варианты введения, это может быть и перитуморальное, интертуморальное введение, параллельное введение. И вводится и краситель, и вводится таким образом, и вводится и изотоп. Вот на этом слайде вы видите точку введения красителя. А вот в этой области, по данным изотопного исследования, располагается лимфатический узел, тот самый сигнальный лимфатический узел. Вот это введение красителя, вот это сигнальный лимфатический узел, окрашенный красителем. Вот он виден на препарате хорошо. Это полная лимфодиссекция. Операция была выполнена, когда мы опробировали данную методику, то есть мы должны были определить и сигнальный лимфатический узел, и мы должны были оценить и остальные лимфатические узлы, чтобы оценить чувствительность и специфичность данной методики. Вот это, видите, окрашенный лимфатический узел. Естественно, предварительно выполняются изотопные исследования, которые позволяют на дооперационном этапе уже определить локализацию вот этих лимфоузлов, их количество, и есть ли они вообще. И затем с помощью гамма-детекторов, разные варианты, мы в основном используем вот этот гамма-файндер, в частности, это наша операция, и с помощью гамма-файндера мы определяем тот самый сигнальный или сигнальные лимфатические узлы, которые исследуем во время оперативного вмешательства. Кроме того, чаще мы используем и флюоресцентные методики, исследования. Также интероперационно вводится краситель индиционин зеленый, и на экране мы видим тот самый сигнальный лимфатический узел, который необходимо удалить. Но единственная, может быть, отрицательная сторона данной методики, операцию необходимо выполнять достаточно быстро, потому что краситель эвакуируется, тоже достаточно быстро, поэтому необходима определенная спешка. Вот он, хорошо виден, лимфатический узел во время оперативного вмешательства, это окрашивание тканей, хорошо мы видим. Сейчас мы пытаемся вместе с Екатериной Александровной использовать контраст усиленного трозгового исследования для поиска вот этих сигнальных лимфатических узлов. В принципе, в мире сейчас есть несколько исследований, которые показали эффективность методики. Пока что она не является стандартом или, может быть, даже рекомендуемой методикой, но, тем не менее, исследования в этой области, в том числе и у нас в институте, ведутся. Какие произошли изменения в отношении биопсии сигнальных лимфатических узлов? Они коснулись как первичных больных, так и больных, которые подвергались неодевантному, то есть предоперационному лечению. То, что касается первичнооперабельных пациентов, то сейчас высказывается мнение, что можно не только не выполнять лимфодиссекцию, но и вообще даже отказаться от биопсии сигнальных лимфатических узлов. У больных с низким риском, но в большинстве случаев это больные пожилого возраста, это постменопаузальные, больные с рецептор положительными опухолями, особенно те пациенты, которые имеют серьезную сопутствующую патологию. И, как показали исследования, отказ от лимфодиссекции не ухудшает отдаленные результаты лечения. Кроме того, имеется тенденция к отказу от аксиллярной лимфодиссекции даже при наличии макрометастаза, в частности, в одном-двух лимфатических узлах. То, что касается неодевантного лечения. Здесь рассматриваются те случаи, когда клинически до операции, до, вернее, неодевантного лечения были метастазы, и мы за счет неодевантного величения перевели их в категорию N0. Было проведено ряд исследований, рандомизированных, достаточно крупных, касающихся возможности отказа от аксиллярной лимфодиссекции, в частности, ERTC-амороз. Здесь были включены больные, по данным биопсии, с выявленными метастазами в одном-двух лимфатических узлах. Вот в одной группе выполнялась аксиллярная лимфодиссекция стандартная после выявления метастазов, а во второй группе аксиллярная лимфодиссекция не выполнялась, но проводилась лучевая терапия. И вот видите, что показатели частоты рецидивирования, они практически идентичны и статистически не отличаются. Другие исследования, два исследования, они очень схожи. Но единственное, что в одном случае, в одной когорте, выполнялась аксиллярная лимфодиссекция, а во второй категории не выполнялась и не проводилась лучевая терапия на зону регионарного метастазирования. Единственное, что выполнялась, это лучевая терапия на молочную железу. И видите, что показатели частоты рецидивирования, они также схожи в обеих группах, то есть отказ от невыполнения аксиллярной лимфодиссекции не ухудшает прогноз. Но единственный вопрос вообще к самому исследованию. Дело в том, что все равно проводилась лучевая терапия, и по всей видимости, все-таки учитывая то, что поля были тангенциальные, часть дозы попадала на подмышечную область. По всей видимости, все-таки были затронуты лимфатические узлы, по крайней мере, нижние группы. Возможно, они внесли определенную лепту в эффективность такого лечения. Но вот видите, что в данном исследовании как показатели частоты рецидивирования, так и показатели общей выживаемости, они оказались идентичными. То есть также отказ от аксиллярной лимфодиссекции не ухудшает прогноз заболевания. Далее возникает вопрос о возможности вообще выполнения лимфодиссекции после проведения неодеванной химиотерапии, о чем я с вами говорил. В принципе, такое возможно по данным рандомизированных исследований. Единственное, что частота ложно-отрицательных заключений, она все же выше, чем у больных первичных, у тех, у которых не проводилось все-таки неодевантное лечение. Естественно, возникает вопрос о том, как же снизить вот эту частоту ложно-отрицательных заключений. Видите, 14% это недопустимо. Потому что частота должна быть по крайней мере менее 10% для того, чтобы не ухудшить прогноз. Что же выяснили? Выяснили то, что при увеличении количества удаленных лимфатических узлов частота ложно-отрицательных заключений снижается. Вот видите, при одном лимфоузле в данном исследовании Z1071 это 31%, далее при двух лимфоузлах сигнальных 21%, а при трех и более это уже 9,1%. Видите, есть исследования, где и практически около 5%. Кроме того, в ряде исследований предлагают выполнять маркировку вот этих самых лимфатических узлов для того, чтобы оценить их поражение. Дело в том, что они могут быть вовсе и не сигнальными лимфатическими узлами, они могут не попасть как раз таки во время операции в зону поражения сигнальных лимфатических узлов. Вот это и потребовало маркировки лимфатических узлов маркерами различных вариантов. Видите, снижение за счет маркировки практически до 7% произошло. А в одном исследовании, где использовались и красители, то есть практически двойная маркировка, плюс еще металлическое калипирование, то есть это уже тройная маркировка, видите, снизилось количество ложно-отрицательных заключений практически до 1,5%. В настоящее время перед неодиумантным лечением используются самые разнообразные маркеры. Это и проводники, и клипсы, и карбоновые маркеры, и различные радиочастотные, и изотопные маркеры. И они используются не только для лимфатических узлов, как в данном исследовании, но в том числе они используются для локализации первичной опухоли, особенно если речь идет о непальпируемых формах заболевания. В данном случае была выполнена установка маркера клипс. Это металлический проводник, который устанавливается до начала неодиумантной химиотерапии. Сначала выполняется биопсия метастатического лимфоузла, мы подтверждаем метастатический процесс, и в этот узел устанавливается вот такой металлический маркер, а затем уже во время оперативного вмешательства мы удаляем сигнальные лимфатические узлы, в том числе пытаемся удалить вот этот маркированный лимфоузел. Но все дело в том, что иногда вот эти маркированные лимфатические узлы, как я уже говорил, не являются сигнальными, и иногда они во время операции просто так не визуализируются. Поэтому приходится прибегать к ультразвуковому исследованию, чтобы определить вот эти лимфатические узлы. Как мы можем еще их определить? Можем перед операцией установить проволочный проводник по типу якоря. Вот такие проводники устанавливаются в область первичной опухоли при непальпируемых формах ракомолочной железы. Но я лично негативно отношусь к данной методике в отношении лимфатических узлов. С чем это связано? Это связано с возможностью дизлокации вот этих вот проводников с повреждением окружающих структур. То есть нужно иметь достаточно хороший опыт, чтобы устанавливать вот эти проводники без каких-либо последствий. Хотя, конечно, они очень удобны, потому что позволяют его локализовать. Далее радиоактивные метки. В частности, йод-25 также устанавливаются во время оперативного вмешательства. Устанавливаются, они могут в области клипса, которые установлены еще до неодемантного лечения. Но ограничение данной методики, что вот эти вот радиоактивные меточки, они по данным одной из работ могут быть устанавливаны на 5-7 суток. Хотя, конечно, это не имеет значения, если мы перед операцией непосредственно устанавливаем. Следующая методика – это введение карбоновых меток. По сути дела, это татуировка лимфатического узла. Это те метки, которые используют часто эндоскописты для определения, для маркировки очагов слизистой оборочки кишки. Сейчас они используются и при образованиях молочной железы. Вводится вот такой вот краситель, либо карбоновая метка непосредственно в лимфатический узел под контролем УЗИ. В данном случае такое лимфоузел. Иногда идет двойное контрастирование. То есть здесь вводится и краситель по той методике, которую я показал, и в том числе вводится и карбоновая метка. Но тут тоже есть определенные сложности. Нужен опыт введения. Во-первых, пока что неизвестно, все-таки какое количество красителя нужно вводить в данный лимфатический узел. Дело в том, что если мы неправильно ввели невкорковое вещество, то иногда идет истекание в окружающие мягкие ткани, в жировую клетчатку, и тогда мы не сможем определить истинную локализацию лимфоузла. Если мы введем слишком мало красителя, то он может быть глубоко в лимфатическом узле, и мы его просто не увидим. То есть эта методика пока что отрабатывается, пока четких рекомендаций нет. Работы есть, но рекомендаций пока что четких нет. И, в частности, в нашем институте мы тоже отрабатываем данную методику. Далее, это установка магнитных меток. В данном случае магнитные метки могут стоять достаточно долго в лимфатическом узле. То есть практически можно до неодевантного лечения их вводить, можно после неодевантного лечения. И за счет вот такого датчика мы, по сути дела, определяем расстояние. То есть мы не визуализируем ее, мы определяем расстояние до данной метки за счет цифровых и звуковых показателей. Эти метки могут вводиться, видите, как в саму молочную железу при непальпируемых образованиях, так и в лимфатический узел. Следующая технология радиолокации инфракрасного излучения. В данном случае метка, в общем-то, она достаточно больших размеров. Если вот этот датчик рефлектора, вернее, где-то около 4-5 миллиметров, еще вот такие усики антенны, и в общей сложности это где-то 12 миллиметров. Тут тоже есть определенные сложности, хотя хорошо визуализируется лимфатический узел и первичная опухоль. Тем не менее, лимфатические узлы могут быть небольшие. Иногда приходится ставить вот такой вот рефлектор рядом с лимфатическим узлом, а не в него. И иногда происходит его дизлокация. Хотя на самом деле методика достаточно интересная. И, может быть, если уменьшить вот этот рефлектор, можно действительно широко использовать данную методику. Ну и то, что я говорил, это биопсия сигнальных лимфоузлов и установка вот такой карбоновой метки под контролем контраста усиленного УЗИ. Ну, естественно, возникает вопрос, касающийся отдаленных результатов вот таких вот методик после неодевантного лечения, установки маркеров и выполнения вообще биопсии сигнальных лимфоузлов после неодевантного лечения. Не сказывается ли это негативно на показателях выживаемости? В принципе, нет. Если мы забираем достаточное количество лимфатических узлов, то, видите, хотя небольшое исследование, тем не менее, вот панель экспертов с ангалином приняли данное исследование, указывает на хорошие показатели отдаленной выживаемости в данной группе пациентов. Но другая ситуация. Если мы после неодевантного лечения все-таки обнаруживаем метастазы, это могут быть и микрометастазы, или макрометастазы, вот в данном случае именно после... Это речь идет не о первичных больных, там можно выполнять эту процедуру, это речь идет именно о больных после неодевантного лечения. Если все-таки выявляются вот эти метастазы, то необходимо пока что еще выполнять полноценную акселярную лимфодисекцию. Почему? Потому что при исследовании оставшихся лимфатических узлов, вы видите, что при микрометастазах практически в 60% случаев, а при макрометастазах также в 60% случаев все-таки выявляются дополнительные метастатические очаги. Если при первичной опухоли это менее 30%, то тут возрастает практически в два раза, что указывает все-таки на то, что необходимо выполнять в такой ситуации полноценную акселярную лимфодисекцию. Ну и в заключение необходимо сказать, что все-таки биопсия сигнальных лимфатических узлов, она стала стандартной процедурой. И все-таки парадигма изменилась. Если раньше речь шла только о первичных больных, видите, что данную методику мы с успехом уже применяем и после неодевантного лечения, о чем мы раньше даже не думали. И методика достаточно эффективна. Единственное, что к технике проведения надо подходить достаточно профессионально и иметь большой опыт лечения вот таких пациентов и выполнения вообще процедуры биопсии сигнальных лимфатических узлов. Большое спасибо за внимание. Если возникли какие-то вопросы, я готов на них ответить. Продолжение следует...